Привет всем! Вы на канале Вэллари Лайф. Сегодня у меня шопинг день и такая нестандартная подборка магазинов. Сначала я заеду в детский магазин, потом я заеду в магазин подержанных вещей или как говорится в простонародье в Second Hand, потом я еду в Ивроше, они решили меня поздравить с днем рождения, несмотря на то, что мой день рождения в ноябре, ну бог с ним. И в конце я заеду в китайский магазин. Так что всем, кому интересно, поехали! В детский магазин я сегодня заехала для того, чтобы купить палку-прыгалку, не знаю как это правильно называется по-русски, по-французски это baton souter. Быстро определившись с выбором я еду дальше и следующий магазин это Second Hand. Магазины подержанных вещей очень часто выручают вновь прибывших иммигрантов, потому что как ни крути, но привезти все нажитое непосильным трудом из той страны, которую ты покидаешь, фактически невозможно. В этих магазинах можно найти очень много всяких вещей для дома, таких как посуду, вилки-ложки. Также иногда выгодно покупать там спорт инвентарь, например, как роликовые коньки, обычные коньки, велосипедные каски, лыжи, какие-то игрушки. Я не рекомендую покупать одежду в Second Hand, хотя бы потому, что иногда там цены реально зашкаливают и на всевозможных распродажах можно найти одежду намного дешевле и она будет новой, чем в канадских Second Hand. В Second Hand я ничего не нашла, я искала подставку под ножи. На моей памяти отложился именно этот магазин, потому что когда я жила в этом районе года четыре назад, у них был огромный выбор подставок под ножи. Сегодня ничего приличного не было, но коль я уже в этом районе и на этой плазе, я сейчас зайду в арабский магазин. Ну, арабский, потому что хозяева арабы, а так больше ничего в нем арабского нет. Этот магазин, назовем его «Тысяча мелочей». Я там как-то в свое время покупала миксер, но сейчас посмотрю, что у них новенького. Может быть, я куплю себе небольшую кофеварку. Я люблю этот арабский магазин, хотя не так часто в нем бывают. В этом магазине можно найти мелкую бытовую технику, например, как чайник, тостер, какой-то миксер. Ну, вообще, это как тысяча мелочей. И цены там намного ниже, чем в любых других магазинах. Поэтому каждый раз, когда я бываю на этой плазе, я всегда захожу в этот магазин посмотреть, что у них новенького на сегодня. ПОДПИШИСЬ! 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 Ну, вот и все. Я уже побывал в Варше и, положа руку на сердце, дёрнул меня черт! Я еще зашла и накупила себе кучу одежды, так что ждите видео с очередным показом мод. Покажу, что я прикупила. У Ивраши, как я сказала, я должна была получить подарок с мнимым днем рождения. Но для этого мне нужно было что-то купить. Я купила вот такой лак для ногтей в цвете Bois Sacré, в цвете 102 и вот такой близк для губ. Он, знаете, такой нейтральный на губах получается. Ну, а в подарок я получила скраб для тела. Я специально сейчас показала, потому что об этом нет смысла делать видео, всего лишь три продукта. А вот видео об одежде я сделаю. Много интересных вещей, на мой взгляд. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Я уже прикупилась кофе, потому что, честно говоря, хочется кушать. И сейчас я еду в китайский магазин. Боже, я 150 раз себе говорила не ехать на голодный желудок в магазин продуктов. Но вот так получается, что еду. Заодно я сниму, что там. Я планирую там набрать кучу зелени. Может быть, что-то... А, я хочу креветки. Ну, короче, поехали, посмотрим, что там есть. Я очень люблю этот магазин за его разнообразный выбор. Здесь очень много овощей и фруктов, и цены почти что всегда ниже, чем в обычном магазине. Но, положа руку на сердце, наверное, 50% овощей и зелени, которые представлены в этом магазине, я вижу первый раз и не знаю ни как их готовят, ни как их едят. Здесь всегда свежая зелень, и она всегда дешевле, чем в обычном магазине. Также в этот раз я накупила несколько видов масла. Я купила арахисовое масло, только не сладкое, а жидкое арахисовое масло. Я купила кунжутное масло, которым заправляю салат. Также я купила масло виноградной косточки. Также у них очень часто скидки на всевозможные йогурты. И каждый мой визит я набираю кучу-кучу йогурта. Мясо тоже дешевле, и тоже выбор намного выше, намного больше, чем в любом простом магазине. Ну и, конечно, изюминкой этого магазина является их рыбный отдел. Я всегда здесь покупаю креветки, всегда здесь покупаю семгу. И хотела в этот раз купить крабов, но побоялась, что они выползут из пакета и будут лазить у меня по машине. Я, честно говоря, их боюсь. КОНЕЦ Ну вот и все. Мой шопинг-день, слава богу, закончен. Во сколько я, наверное, за три часа я справилась. Что могу сказать? Накупила всего, чего хотела в китайском магазине. Ехала за креветками и купила креветки. Попреставала к китайцам, как они готовят синих крабов. Они мне рассказали, оказывается, крабов они не варят, они их готовят на пару. У меня такой большой пароварки даже нет. И в среднем на человека, на женщину, скажем так. На порцию три краба. Ну, наверное, в следующий раз попробую. Я, честно говоря, не знаю. Мне страшно даже. Вот. Так что буду с вами прощаться. Если вам было интересно, то ставьте пальчики вверх. Я буду понимать, что вам такие видео нравятся. Если нет, ставьте пальчики вниз. Я также буду понимать, что вам такие видео не нравятся. Все, мои дорогие, не пропустите мое следующее видео о покупках. О покупках. Имела неосторожность заскочить в этот Сиренс. Они, как всегда, заразы, заманивают скидками. И я, как ворона, все хватало, хватало, хватало. Слава богу, не все подошло. Ну, все. Теперь точно пока. И до новых видео. Субтитры подогнал «Симон»